Я, как вы помните, ни за кого не агитировал, но все понимали, что я поддерживаю Майю Санду как проевропейского кандидата, а не про российского Александра Стоян-Оглу, которого теперь уже можно смело называть Нестоян-Оглу. Как бывает, не валяшка, не смеяна, а это Нестоян-Оглу. Но у Путина больше Нестоян-Оглу. Это же Путин вложился всеми своими силами и средствами в то, чтобы обеспечить победу Александру Стоян-Оглу. Есть несколько просто анекдотичных историй, как россияне пытались сфальсифицировать эти выборы, добыть победу хотя бы в одной для себя стране. Что они делали? Помните, Венедиктов говорил, Путин играет одновременно на трех досках и на всех выигрывает. В Молдове, Грузии и в Америке предвыборных трех досках. Ну, в Америке это Венедиктов насмешил наши уши. В Молдову Путин проиграл. Пожалуйста, товарищ Венедиктов, вот вам поражение Путина в Молдове. Сначала он проиграл референдум, и Молдова выбрала европейский путь, а вчера Путин проиграл президентские выборы в Молдове. Да, он сам вроде не участвовал, вместо него был Нестоян-Оглу, но в принципе это же одно и то же. Путин и Нестоян-Оглу это одно и то же. Если Нестоян-Оглу, то кто? Ха-ха-ха-ха. Слушайте, да, если Нестоян-Оглу, то больше никого, правильно? Тогда уже в мае Санду, естественно, становится президентом Молдовы с результатом 55,32%. За нее проголосовало 929 тысяч молдован, а за Состоян-Оглу 750 тысяч. У него 44,6%. Что россияне только не делали, отправляли самолеты с избирателями, прям самолеты, целыми самолетами, бесплатно в смысле, это были бесплатные российские самолеты, чтобы проголосовать в Молдове. Дальше. У них есть избирательные участки интервью России, видимо, в каких-то консульствах. Так вот, на двух участках, значит, проголосовал там 5 тысяч зарегистрированных избирателей, проголосовал 4999 человек. То есть все пришли, все пришли и все проголосовали за, естественно, Состоян-Оглу. Но, слава богу, естественно, диаспора в западных странах проголосовала за мае Санду, поэтому еще пять лет, или сколько там у вас президентский срок, простите, даже не уследил, знаю. Есть на то, чтобы все-таки завершить такие проевропейские реформы, чтобы путь Молдовы в Европу стал необратимым абсолютно, и чтобы нам уже вместе вступать в Украину с Молдовой, чтобы не было тут русского островка. Надеюсь, что и на восстановление территориальной целостности Молдовы. Если Молдову попросят, я думаю, мы решим это за 2-3 дня одним пехотным полком, одним десантным полком, так сказать, вопрос восстановления территориальной целостности Молдовы. Но приятно, приятно, приятно то, что произошло в Молдове, победа над россиянами достигнута совершенно блестящая. Кстати, по поводу Грузии. Там еще вообще ничего не ясно. Вот сегодня кто-то, какое-то агентство, об этом пишет новая газета «Европа», я не совсем понял, это они сами проводили расследование или кто-то другой проводил расследование, но что они расследовали? Исследовали, а, собственно говоря, фальсифицировала ли партия «Грузинская мечта» выборы, и смогли доказать, что да. Прямо смогли доказать, как это доказывается в данной ситуации, тем, что есть аномалии на предвыборных участках на некоторых. И они взяли какие-то отдельные участки, непредвыборные, господи, избирательные, естественно, взяли несколько избирательных участков и увидели следующую закономерность, что если на каком-то участке очень большая явка, то есть, ну как, вот участок обычный избирательный, явка, скажем, 50%, например, а вот другой участок, на нем явка почему-то 70%. Вот там, где 50%, там за «Грузинскую мечту» 40%, а там, где явка 70%, там почему-то за «Грузинскую мечту» 65%. То есть, чем больше явка, тем больше процентов за «Грузинскую мечту». А это прямой намек на то, что просто эту явку дорисовывали, и все дорисовывали в «Грузинской мечте». Так говорят, ну, это уже мои домыслы, но это говорят исследователи. И это, возможно, станет основанием для западных стран не признавать результаты выборов, потому что явно они будут на что-то опираться в «Грузии», и мы еще, возможно, что-то увидим. Тем более, насколько я понимаю, сегодня в «Грузии» следующий митинг по поводу непризнания результатов выборов. Ну? Субтитры создавал DimaTorzok